В прошедший уикенд огненным атакам северо-западные предместия Екатеринбурга подвергались регулярно. Сначала это были окрестности населенного пунктика с горючим названием Палкино возле одноименной железнодорожной станции, а потом и поселок с похожим, но еще вдвое более огнеопасным именем Палкинский Торфяник. Субботняя серия началась в половине одиннадцатого вечера, когда тревожный звонок позвал огнеборцев бороть предположительно природное возгорание. Трава горела возле Палкино, растянувшись почти на километр вдоль дороги. При этом площадь горелого участка составила 5 гектаров. 17 бойцов при пяти единицах спецтехники бороли это дело один час и побороли, не допустив возникновения даже угрозы заражения воспалением человеческих жилищ в самом поселке Палкино. А продолжение произошло через сутки с лишним. Уже сегодня, понедельничной ночью, в Палкинском Торфянике, поселке, отстоящем от Палкино без малого на 3 километра. Это все к тому, что специалисты категорически настаивают на том, что это два никак не связанных никакой одной цепью звенья, события не вытекающие одной из другого. В 0 часов 8 минут по телефону пожарным рассказали о коттедже, загоревшемся на тамошней Московской улице под номером 36, ориентир магазин на горке. Ну и пригласили его потушить. Хозяев на месте не оказалось, зато пожарный водоем отыскался буквально за углом. Очевидцы утверждали, что гореть двухэтажный домик начал сверху, и крыша вместе со вторым этажом были практически безнадежно склеваны, красным петухом уже к моменту прибытия тушил. А по петушице ему очень помогал предсказанный их коллегами по МЧС сильный ветер. Он наглядно демонстрировал свою силу, буквально на глазах раздувая из угольков пламя там, где оно, казалось бы, уже было погашено. Победить в таких условиях открытое горение на площади 70 квадратных метров удалось спустя 31 минуту после получения приглашения по телефону. Далее еще долгих три часа семь пожарных при двух машинах разбирали и проливали пожарище. Отбой был объявлен без 24 сегодняшнего утра. Пострадавших нет.